Канун Пасхи Шоколад, изысканный десерт или необычная приправа к мясу и рыбе? О самой популярной, а порой и самой горькой сладости в мире сегодня в программе Еда. В эфире программа Еда. Здравствуйте! Ежегодно во всем мире люди съедают больше 4 миллионов тонн шоколада. Россия в двадцатке стран-любители этого десерта. Настоящий шоколад тонизирует. Один маленький кусочек дает энергию для того, чтобы пройти 45 метров. Самый дорогой в мире шоколад стоит 2600 долларов за 450 граммов. И больше всего в мире шоколад любят в Германии и в Швейцарии. Там на одного человека в год приходится 11 килограммов. В России намного меньше, тут уж ничего не поделаешь. В нашей стране, как ни крути, шоколад у многих ассоциируется с детством и праздниками. А вот европейцы, причем не только дети, но и взрослые, не мыслят и дня без этого десерта. Но здесь важно понимать, что есть настоящий шоколад и как не ошибиться при выборе в магазине. Ведь очень часто по незнанию вместо хорошей шоколадки мы покупаем ее аналог – подделку, состоящую из жира и сахара. Чёрный и белый, горький и молочный, пористый, с добавками и без. Прилавки магазинов пестрят разнообразием видов и форм. Прекрасное средство от осенней хандры. Так какой же шоколад выбрать, чтобы насладиться его вкусом и получить максимум пользы? Ответ – мелким шрифтом на упаковке. Внимательно изучите список ингредиентов. В составе самого популярного молочного шоколада должно быть не менее 25% натуральных какао-продуктов. Какао-масло и какао-тертого, а также сухое цельное молоко. Часто вместо какао-тертого в составе горького шоколада можно увидеть порошок какао. Производитель такого продукта явно сэкономил. По ГОСТу продуктов какао в горьком шоколаде должно быть не менее 55%. Чем этот показатель выше, тем более полезной и качественной будет плитка. Разрешено в шоколад добавлять и консерванты, но не более 5% от общей массы. Ну а если в составе вы обнаружили соевое, подсолнечное, пальмовое или хлопковое масла, то скорее всего это не шоколад, а кондитерская плитка. Польза от такой мало, да и вкус скорее всего разочарует. Главное ее достоинство – низкая цена. Настоящий шоколад не будет стоить слишком дешево. Какао-бобы нынче дорогие. Не забудьте, проверите срок годности. Натуральный без добавок пролежит до 10 месяцев. За 4 месяца надо съесть десертный с добавками или начинкой. А меньше всего хранится белый шоколад. Самый полезный – это настоящий горький шоколад, потому что именно в нем содержится максимальное количество какао-порошка – 65% и выше. Шоколад – это прекрасный антиоксидант, который борется с инфекциями в нашем организме, и несмотря на то, что он тонизирует и активизирует мозговую деятельность, одновременно шоколад еще и успокаивает, то есть благотворно влияет на центральную нервную систему. Съешьте маленькую шоколадку, и у вас обязательно поднимется настроение, потому что в нем есть гормон радости и удовольствия – серотонин. Еще говорят, что шоколад создает ощущение влюбленности, и порой кусочек этой сладости воспринимается с большей радостью, чем сам поцелуй. Недавно ученые пришли к выводу, что мужчины, которые едят регулярно шоколад, живут на год дольше тех, кому этот десерт не по душе. Удивительно, но у любителей шоколада талия, как правило, стройнее, чем у тех, кто предпочитает другие сладости. От настоящего шоколада на самом деле поправиться не так-то просто. Главное помнить о том, что при всей своей пользе продукт этот очень коварный. У него большой гликемический индекс, то есть шоколад разогревает аппетит. Чем больше его ешь, тем больше хочется. Тем не менее, он очень полезен для красоты кожи, поэтому так популярны сегодня шоколадные обертывания. Правда, несмотря на все свои плюсы, для некоторых людей шоколад может быть очень опасным для здоровья. Не рекомендовано кушать шоколад в основном тем людям, у которых есть аллергическая реакция на шоколад. Да, таких людей много. И во второй момент, те, кто имеет гипертоническую болезнь, если они в большом количестве съедают шоколад, то те вещества, которые находятся в шоколаде биоактивные, они могут спазмировать стенки сосудов и вызвать повышение артериального давления. Кстати, тем, кто страдает мигренью, врачи не рекомендуют налегать на шоколад, потому что тирамин, который в нем содержится, может серьезно обострить эту болезнь. И детям до двух, а лучше вообще до трех лет, педиатры говорят, давать его не стоит. Кстати, в 16 веке католическая церковь запрещала пить шоколад во время поста. На эту тему тогда шли горячие споры, которым подключили самого папу римского. В итоге пий пятый, который никогда в жизни не пил шоколада, попробовал его и произнес историческую фразу «Шоколад поста не нарушает, не может же такая гадость приносить кому-то удовольствие». Много вообще нового увидел Колумб в новых странах и очень удивил его напиток «Чокоатль», что в переводе означает «горький напиток». Он быстро восстанавливал силы воинов после сражений и для вождя своего варили воины сладкий чокоатль с добавлением пряностей, мёда. Много веков выпить утром чашечку сладкого горячего шоколада была привилегией королей. Надо сказать, что и в настоящее время это один из самых дорогостоящих напитков. Современный вид шоколад обрёл только в начале 19 века. До этого он был исключительно горячим, горьким напитком. Впервые горячий шоколад стали готовить американские индейцы. Они называли его горькой водой и запрещали пить женщинам и детям. В жидкий и без того горький шоколад добавляли перец, чили и другие специи. Пили его исключительно холодным и перед охотой бодрящий напиток придавал чингачбукам силы. В Европе же коктейль из какао-бобов появился позже. Молоко в него впервые добавили лишь в 1700 году англичане. Тогда напиток стал более лёгким, вкусным и вошёл в рацион женщин и детей. А позже в Англии шоколадные дома стали популярнее чайных или даже кофейных салонов. Первую в мире шоколадную плитку создал швейцарец Франсуа Луи Кайе в начале 19 века. Через год после этого события в Швейцарии построили первую шоколадную фабрику. А в 1875 году ещё один швейцарец Даниэль Петер смешал какао-массу со сгущённым молоком. Так появился молочный шоколад. В России первые шоколадные фабрики построили чуть позже, чем в Европе, в середине 19 века. С каждым годом спрос на шоколад растёт во всём мире, а вот урожай какао-бобов падает. В связи с этим цену на них бьют все рекорды, поэтому купить хороший шоколад дёшево сегодня невозможно, слишком уж дорогое сырьё. За бесценок отдают только кондитерские плитки и подобные продукты, которые только выглядят как шоколад, но по сути ничего общего с ним не имеют. Кстати, на молочный шоколад, где содержание какао-бобов меньше, в принципе и цена может быть ниже, в нём ещё содержится обычное сухое молоко. А вот натуральное молоко используют только при изготовлении элитного шоколада. Стоить такое будет очень дорого, хранится всего несколько дней и в обычных магазинах его, конечно, не найти. В общем, горький, молочный, пористый, элитный, видов шоколада очень много. О том, как его производят, смотрите в нашем сюжете. Не похож ни на один фрукт, не растёт в нашей стране, его привезли из Колумбии, но именно из него делают самое любимое лакомство миллионов. Это плод какао-дерево. В нём порядка 40 маленьких бобов. Из них получают главные ингредиенты шоколада – какао-масло и какао-тёртое. В составе настоящей классической плитки больше ничего вы не найдёте, разве что сахарную пудру. Но, несмотря на простую, на первый взгляд, рецептуру, процесс производства шоколада – настоящее искусство. Рай для сладкоежек или просто – цех кондитерского комбината. Каждый день здесь готовят до 20 тонн шоколада. Тёмный, молочный, белый – технология производства едина для всех видов. Разнится лишь количество ингредиентов и их пропорции. Основной вкус шоколада зависит не только от процентного соотношения этих компонентов в массе, но и от того, из какой страны какао-продукты привезены. Например, колумбийские какао-продукты, которые произрастают в Южной Америке, имеют свой специфический, ни с чем не сравнимый вкус. Это кисло-горько-терпкий вкус, который ценители шоколада отличат из множества продуктов. На фабрику колумбийские какао-продукты привозят в твёрдом виде. Вот так, к примеру, выглядит какао-масло, а вот так – какао-тертое, которое уже растопили. Только его можно назвать стопроцентным шоколадом. На вкус невыносимо горькое, на запах очень даже аппетитное. Процесс приготовления шоколада начинается в этом котле. Здесь три основных компонента смешиваются при 40 градусах. Получившаяся смесь по трубам поступает в соседний агрегат. Он под высоким давлением превратит массу в однородную. Пока по консистенции и цвету она больше похожа на кубанский чернозём, чем на горький шоколад. Но это ещё не финал производства. Сейчас смесь растопят вот в этой машине. И лопасти перемешают густую текучую массу. Для того, чтобы получившаяся смесь из какао-продуктов и сахара превратилась в главное лакомство миллионов, этот плавильный котёл должен без остановок работать в течение трёх суток. Но как на глаз определить качество готового шоколада? Чем хороший продукт отличается от подделки? Советы профессионалов во второй части сюжета. Дождитесь. В Швейцарии шоколад едят сыром. Бельгийцы обожают совмещать его с помидорами. В Японии производят шоколад с васаби. Американцы едят шоколадные плитки с солью и кусочками копчёного бекона. Но больше всего фантазия развита у итальянцев. И с чёрным шоколадом они готовят соус, которым поливают мясо и рыбу. В общем, шоколад – это не всегда десерт, а очень даже универсальный продукт. А иногда и не продукт вовсе. Шоколад – это ещё и благодарный материал для творчества. Из него делают скульптуры, сувениры и даже одежду. Одним из самых популярных шоколадных изделий, которое даже попало в Книгу рекордов Гиннесса, стал большой поезд из натурального бельгийского шоколада. Длина старинного сладкого экспресса – 34 метра. Для создания шедевра у мальтийского кулинара ушла тонна с лишним отменного шоколада и почти в 800 часов времени. А вот фигуры музыкантов группы Rolling Stones. Они тоже из шоколада. На Микки Джаггера у испанского кондитера ушло примерно 65 килограммов чистейшего продукта. Самое большое шоколадное сердце сделали в начале 2003 года в Германии. Его высота – 5 метров, а вес – около тонны. Самый большой в мире свадебный торт из шоколада весил 5 тонн. А самую большую в мире плитку шоколада 4,5 тонны сделали и дереванские мастера. Сладким сегодня может быть даже каток. Находится такой шоколадный в бразильском городе Канело. У детей он пользуется особой популярностью. Шоколад лучше не хранить в холодильнике. И специалист в опытной шоколаде рекомендует держать его на отдельной полке подальше от круп и сухофруктов, потому что микробы с этих продуктов могут попасть и на шоколад. Но температура хранения не должна превышать 20 градусов, иначе шоколад начнет плавиться, и тогда он будет горчить. Поэтому никаких солнечных лучей, света и тепла. Обязательно держите шоколад в упаковке. Даже если продавался он без нее, дома заверните плитку в фольгу. А лучше завернуть ее еще сверху в плотную бумагу. Шоколад отлично впитывает запахи, и поэтому подальше специи и другие ароматы всегда смотрите на срок годности, потому что просроченный шоколад может быть очень вредным для здоровья. Кстати, посидевший шоколад по ГОСТу продавать у нас запрещено. Но если вдруг белый налет образовался на плитке уже у вас дома, в процессе хранения, ничего страшного, это говорит лишь о том, что шоколад настоящий. Просто он немного подтаял, а при повторном замерзании жир какао-бобов как раз дает вот этот белый цвет. Наша постоянная рубрика сейчас в эфире. Ее ведущий человек, который не умеет готовить совершенно, сегодня под прицелом камер сварит очередной кулинарный шедевр. Кстати, обычно все его блюда получаются очень вкусно, несмотря на то, что готовит их он в первый раз, поэтому записывайте. Сегодня у нас креветки в шоколаде. Рубрика «Рецепты от дилетанта». Для приготовления креветок в шоколаде нам понадобится шоколад, креветки, молоко, белое вино, оливковое масло, чеснок и соль. Всем привет! Сегодня мы готовим креветки в шоколаде. Для этого первым делом мы натираем шоколад на крупной терке. Блин, тяжело его тереть. До конца я кусочки дотирать не буду, буду их съедать. Шел третий час, а я все тер шоколад. Половину я уже почти съел. Так, все, надоело мне, правда. И вот это типа, короче, весь шоколад. Добавляем сюда молока. Ставим это все на водяную баню. Пока у нас растапливается шоколад, мы ставим сковородку с оливковым маслом на огонь, для того, чтобы обжарить там чеснок. В нестандартных сочетаниях и кроется успех оригинальных блюд. Так, теперь чесночек прилипает к лопатке. Что-то не так, что ли, я делаю. Креветки высыпаем. Сюда же добавляем вино и соль. Что-то как-то шипеть перестало. Ага, есть время, обжариваем в течение 15 минут. Всегда приятно, когда в рецепте есть какие-то тайминги. Ты начинаешь понимать, что, почем, куда, чего. Не просто так, на глазок. А вот сколько по времени должна продолжаться водяная баня, непонятно. Остается опять же полагаться на интуицию. На опыт-то полагаться. Нет возможности. О, что-то происходит. Что-то происходит страшное. Надо, наверное, выключить знак. Да, как миска пошла гулять под действием пары, значит готово. Ну что, креветки наши пожарились. Венесные с чесночком. И последний этап. Выкладываем креветки на блюдо. И согласно рецептуре поливаем их шоколадом, расплавленным на водяной бане. Давай, давай. Давай, давай. Ну, что-то стоит. сейчас я неоднократно употреблял вареные креветки в пище но как правило я очищал их от панциря и отрывал голову в данном случае судя по рецепту их надо употреблять вот в таком виде в таком виде с панцирем еще политым шоколадом я попробую это сделать я попробую ну что друзья могу сказать я не знаю что задумывал автор рецепта но с пивом креветки вкуснее до свидания иди сюда иди сюда ну попробуй ну вот ты скажи что вкусно честно признаться раньше даже не слышала о таком блюде вот чем хороша наша рубрика столько нового каждый раз для себя открываю но мы продолжаем и возвращаемся к сюжету который не досмотрели трое суток наша шоколадная масса при температуре 50 градусов перемешивалась в этом плавильном котле за это время из нее испарились дубильные и летучие вещества которые могут подпортить вкус и аромат готового шоколада а технологи добавили для аромата ванилин и для прочности лицетин этот растительный компонент полезен для здоровья и незаменим в производстве это натуральный эмульгатор если мы не добавим лицетин при производстве при технологии производства то с этой массой будет очень сложно работать масса будет густая неравномерной структурой четыре часа отдыха в этих емкостях после трехдневной работы и еще одна тепловая обработка со скоростью 300 километров в час жидкий шоколад летит по этим трубам температура не выше 31 градуса в таких условиях молекулы жира обретут нужную структуру и форму чтобы в дальнейшем готовые плитки шоколада хорошо хранились и товарно выглядели качество шоколада правильно изготовлено определить очень легко то есть он должен иметь равномерный глянцевый цвет и характерный хруст перед тем как стать глянцевым и хрустящим шоколад получает хорошую встряску из еще теплой массы выходят случайные пузырьки воздуха и смесь становится плотной и однородной а вот с линии готовые плитки сходят уже холодными так как после отливки попадают в единственное прохладное место в этом цеху за 10 минут они остывают до 12 градусов в такой холодильной камере на этом процесс производства самого настоящего горького шоколада завершён финальный аккорд автомат оборачивает плитки в фольгу чтобы дольше сохранить аромат и вкус и в красочную упаковку чтобы привлечь внимание покупателей на фабрике говорят что заказы на горький шоколад приходят всего несколько раз в месяц на рынке большим спросом пользуется молочный он мягче слаще на вкус да и дешевле производстве темную классику шоколадного жанра предпочитают лишь тонкие ценители вкуса и аромата настоящего какао 70 процентов мирового какао сырья производят в африке коди вар крупнейший производитель какао 40 процентов мировых поставок идет именно оттуда кстати сегодня по нашему гос стандарту царапины на шоколаде сколы пузырьки не считаются браком такой продукт продавать можно ну а как в целом обстоят дела в нашей стране с шоколадной отраслью и сколько россиянин скидает в год шоколада на эти вопросы нашей программе ответил экономист мы потребляем примерно 5 килограмм на человека в год это очень средний уровень то есть мы не лидеры в этом потреблении да но и не аутсайдер среднем считается 5-7 килограмм на человека поэтому у нас считается что в кризисные времена человек увеличивает потребление продуктов содержащих шоколад да то есть вот он нервничает и ему хочется сладенького производители виду того что мы сами не производим какао-бобы и все ингредиенты для шоколада курсовая разница заставила производители поднимать цену на свою продукцию причем даже поднятие цен не догоняет еще общий рост стоимости ингредиентов для производства шоколада поэтому многие производители шоколадной группы заявляют о своем очень плачевном состоянии в настоящий момент времени за один год себестоимость плитки молочного шоколада в россии выросла в среднем на 50 процентов это гигантские цифры на 38 процентов по данным ростат увеличилась цена 100 граммовой шоколадки отечественного производителя 49 рублей до 62 связано это с тем что наши производители очень зависимы сегодня от импортных ингредиентов больше чем на 60 процентов самые высокие цены на шоколад сегодня у нас в чукотском автономном округе там за килограмм шоколада придется отдать почти 1 тысячу 100 рублей в москве 792 рубля а ценовой минимум зафиксирован в мгушетии там килограмм шоколада стоит всего 428 рублей самую дорогую плитку шоколада приготовили в бельгии ее цена двести сорок тысяч долларов то больше семи миллионов рублей драгоценности продукту добавил бриллиант в три карата который кондитеры спрятали внутри практически все какао-деревья находятся в пределах 20 градусов от экватора так эти бобы любят тепло и влагу самой ценной плиткой шоколада в мире считается та что принадлежала капитану антарктической экспедиции ей уже исполнилось 100 лет из них несколько лет она пролежала в вечной мерзлоте и была продана на аукционе в лондоне почти за 700 долларов а вот американская армия разработала жаростойкий шоколад чтобы его было возможно брать с собой во время операции буря в пустыне шоколадные батончики изготовленные по специальной технологии остаются твердыми даже при 60 градусной жаре стоит ли переплачивать и покупать дорогой шоколад ведь иногда производители на упаковке не указывают содержание растительных жиров и других ингредиентов которых по сути в шоколаде быть не должно и возможно за низкую цену мы берем товар такого же низкого качества как и дорогой так лучше тогда взять дешевле вот мы решили провести небольшой эксперимент который каждый может с легкостью повторить у себя дома купили две плитки шоколада вот это подороже стоит 100 рублей это дешевле за 50 рублей в составе обеих указаны какао масло и какао тертое кстати если говорить о молочном шоколаде составе дешевого будет больше сахара хорошим какао тертого я подержу в руках обе плитки и буквально нескольких секунд будет достаточно для того чтобы какао масло начало плавиться а вот для того чтобы расплавить растительный жир который добавляют вместо этого самого какао масла времени понадобится гораздо больше так что псевдо шоколад останется целым и вот хорошая шоколадка начнет таять сразу и так что мы видим обе шоколадки начали плавиться у меня в руках на руках остались следы от шоколада следовательно мы можем полагать что и шоколадка 50 рублей точно также как и аналог за 100 хорошего качества на сегодня это все что мы хотели рассказать вам о шоколаде выбирайте продукты правильно и полезного вам аппетита а